здравствуйте меня зовут александр паснова я рада приветствовать вас на канале закорнил цветочник для тех кто еще не знаком со мной я занимаюсь цветочным бизнесом 2004 года и у меня на текущий момент есть оффлайн мастерская мистер флористер которую я развела по франшизе в котором я приходит большая часть съемок и интернет-магазин комнатных растений и букетов flors.ru поэтому если интересно обращайтесь есть instagram пока присоединяйтесь буду рада и для тех кто смотрит меня может быть впервые ли не видел мои ролики про фикуса немножечко расскажу что фикус это моя самая большая любовь и говорить о них могу ну просто бесконечно сегодня у нас ролик посвященный обзору очередного сорта фикуса бенджамина сорт который бывает достаточно редко в цветочных магазинах могу сказать как закупщик который закупать цветы напрямую в голландии он вообще в предложении бывает не очень часто итак герой нашего сегодняшнего ролика это фикус лавли посмотрите какой красавчик и вот такую милую бумажечку стикер с мишкой тэдди ему прикрепил садовник здесь написано что ты прекрасен в in lovely green в любимом зеленом и самое восхитительное что когда-либо видел сладчайший мягчайший при прикосновении просто скажи мне я тебя люблю вот видите садовники тоже считают что нужно признаваться растением в любви особенно когда речь идет про фикус и особенно когда речь идет про такие милые фикусы бенджамина и так сорт лавли я не помню честно говоря когда мы привозили последний раз вот сейчас у меня остался вам один уже экземпляр потому что ну потому что покупатели оценили его красоту и прелесть на что похож он чем-то похож на два сорта это фикус наташа и фикус грин кинки но все-таки у него есть отличие то есть он больше плотности сейчас мы попробуем залезть к нему туда в серединку и посмотреть что там у него происходит знаете туда влезть невозможно вообще потому что очень очень густо прям вот он такой густой 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 причем это знаете как такой толстый стволик у него много 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 побегов то есть я могу сделать предположение что ночь хорошо переносит стрижку и соответственно начинает куститься небольшие листочки темно-зеленого цвета маленькие листики новенькие они у нас салатовенькие видите такие нежные прям необыкновенные у нас с этим фикусом произошел небольшой спор с девушкой которая монтирует ролики и которая занимается наполнением сайта нам не пишет что это вы мне за фикус прислали такой на фотографии и говорю фикус лавли она мне говорит ничего не знаю это не фикус лавли я говорю почему вот есть табличка от садовника здесь написано фикус лавли по инвойс он идет как фикус лавли что с ним не так причем на фото от садовника тоже видел что этот фикус зеленый мне говорит везде в интернете везде в интернете фотографии фикуса лавли с пестрым листом и присылает мне фотографии того что она нашла и соответственно я вижу что фотографии того что она нашла в интернете это сорт кинки без вариантов и ну мы с не попрепирались, конечно, еще, но все-таки мой авторитет победил в борьбе, и я склонна верить к тому, что если садовник, который выращивает фикусы, пишет, что это сорт лавли, значит, это он и есть. Это еще очередное подтверждение тому, что в интернете пишут очень много всякого разного, и когда ты набиваешь поиском драцены, тебе выходят фото Диффенбахи, и много-много таких странных вещей происходит, поэтому все, что там написано, нужно фильтровать. Я уж молчу про полив замиокулькас раз в месяц в ролике про замиокулькас, я об этом говорила неоднократно. Итак, что нам рекомендует садовник? Ну, в принципе, логично, потому что фикус бенджамина рекомендации одни и те же. Помним о том, что бенджамины могут капризничать, им может не нравиться место, куда вы его поставили, они не любят сквозняков, они не любят, когда на них плохо смотрят, они не любят, когда они делают комплименты, прям очень на меня похоже. Принесли домой, не спешите его пересаживать. То есть, вот фикусу бенджамина, это один из немногих растений, которому нужно временно адаптаться. Поищите ему место предварительно, перед тем, как вы решите, что вы хотите дружить с бенджаминами, это место должно быть с ярким рассеянным светом, но без прямых солнечных лучей. Листики у него достаточно нежные, они просто будут гореть. И садовник нам об этом же говорит, что прямое солнце ему строго запрещено. Температура от 15 до 25 градусов, но я бы поспорила, потому что летом, когда жарко, на них это никак не отображается. Если хотите его немножко подбодрить, можете его побрызгать. Итак, принесли домой, выбрали место, где нет ярких, вернее, прямых солнечных лучей, но достаточно света. Ставите его туда и смотрите за ним. Если же он начинает сбрасывать листья, значит, его что-то не устраивает. Либо вы ему устраиваете сквозняк, либо, не дай бог, кондиционер рядом, либо вы открываете окно, они не все хорошо к этому относятся. Ищите ему другое место. Как только вы видите, что он у вас стоит, листья не сбрасывает, хорошо себя чувствует. Кстати, листья он перестает буквально в течение двух-трех дней сбрасывать, если вы его удовлетворили всем его пожеланиям. Берем горшок, плюс 2 см к тому, в котором он находится сейчас. Вот этот фикус находится в 12 см диаметре горшка, поэтому максимум ему 14 диаметра горшка и немножечко повыше. Принцип определения размера простой. Вы ставите, горшок должен прям четко соответствовать. Я сниму обязательно ролик, покажу, как правильно подбирать горшки. Земля либо для фикусов, либо универсальная. Поливаем раз в неделю обильно. Перед следующим поливом убеждаемся, что он высох. Так как листья нежные, вытопительный сезон, если он у вас стоит где-то рядом с батареей, опрыскивайте его хотя бы раз в месяц при поливе, он вам скажет спасибо. Раз в полгода минимум его нужно мыть. Так как листики мелкие, я вас не призываю вооружаться ватной палочкой, мыть это вручную. Душ. Растение небольшое, компактное. Теплый душ, слегка теплой водой, ему вполне подойдет. И он будет чистеньким, глянцевым и прекрасным. На самом деле, вот я стою его трогаю, я понимаю, почему садовник написал ему стихи, потому что он необыкновенно приятный на ощупь. И просто ему хочется прям трогать, 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 трогать. Он такая нежнятинка. Что еще хочу сказать про фикусы. Можно бенджамины разных сортов сажать вместе, они прекрасно чувствуют друг друга, они не обижают. И в принципе, если место ограничено, на окне можно делать какую-то полянку из фикусов, в такую совместную, иметь разные сорта в одном месте. Что еще можно сказать про фикусы. Я вообще говорить могу про них бесконечно, но я боюсь, что вы устанете меня смотреть и слышать. Если интересна эта тема, есть уже ролики у меня, посвященные фикусам бенджамина и фикусам разным другим. Это у нас был небольшой обзор сорта, но заодно я пробежала дополнительно по уходу. Универсальный грунт ему тоже подходит. Удобрение либо универсальное, либо специализированное для фикусов. По болезням, болезни любого фикуса, это либо паутинный клещ, либо мучнистый червец. К сожалению, мы не можем их никак от этого предохранить. Но, как правило, они заводятся, если у растений ослаблен иммунитет. Поэтому, если вы его не будете заливать, засушивать, просто раз в неделю полив, предварительно убедившись, что земля высохла, вовремя пересаживать, вовремя подкармливать, пересаживаем фикусы не чаще, чем раз в два года. То есть, реже можно, чаще нежелательно. Но раз в год ему нужно обновлять верхний слой земли примерно сантиметр высотой. Любите их, радуйтесь, говорите им, какие они прекрасные, какие они замечательные. И цветы это очень просто, если вы действительно к этому так относитесь. Я надеюсь, что каждым своим роликом я вам доношу, что это очень-очень просто. Все, что нужно, это любить, радоваться и жить вместе. Если у вас какие-то вопросы появились, задавайте их в комментариях. Как только у меня появится время, я с удовольствием на них отвечу. Надеюсь, видео было полезным. Не скупитесь на лайки, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить ежедневные ролики. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok